Мы, я надеюсь, увидим очень серьезные системные подходы и меры в отношении людей, которые были замешаны в этих преступлениях на протяжении последних десяти и больше лет. В частности, высокопоставленных государственных служащих, работающих в ЧНА, в прокуратуре, в Национальном банке, в полиции, совершенно верно, в правительстве. И так далее. И если немножко вернуться к предыдущей теме, вот мы все это будем видеть. И простой вопрос можно будет задать Игорю Дадону. Игорь Николаевич, вот арестовывают людей, ответственных за самые громкие преступления, которые имели место в нашей стране в протяжении многих лет. Ты контролировал страну, твоя партия контролировала страну год. Давайте не будем на его плечи там класть слишком много, но год с чем-то ты контролировал. Почему ни одного не арестовали, никто не боялся, наоборот, они все рулили. Вот все. Вот один такой вопрос, и они не могут на него ответить. Вот качество, сравниваем качество правления этого и другого. И когда я сегодня слышу призывы, что надо объединять левый фланг. Вот давайте, что там осталось, социалисты, коммунисты, конгресс, не знаю что, кто там еще. Давайте все до кучи, в единстве нашей силы и так далее. Я нормальным левым, которые только зарождаются, которые появляются или появятся, настоятельно рекомендую. Не объединяйтесь с этими людьми. Не надо этого делать. Эти люди должны кануть в лету. Многие в тюрьму должны уйти. Я думаю, что и Добом должен пойти в тюрьму. Я не знаю, там Воронин, что там в отношении него. Будут какие-то предпринятые меры и так далее. Но вся эта верхушка, она незаконно обогатилась. Многие из них миллионеры в долларах. Там социализмом не то что... У коммунистов та же ситуация. Социализм, коммунизм и так далее. Какое там объединение? Об этих людей вынести вообще из молдавской политики и строить, вот как вы правильно заметили и сказали, левые проекты, левые силы, партии, которые будут конкурентно способны. Которые будут выдавать на гора программы трансформации страны. С левых позиций, где будет солидарность, где будет сотрудничество, защита уязвимых слов и так далее. То есть традиционные левые какие-то вещи. Так что мы всегда выступали за объединение. Нас даже обвиняли в том, что мы там чуть ли не... Сначала рука Москвы, потом рука не Москвы, а наоборот. Я призывал в 15-м году объединение оппозиционных сил. Сейчас я говорю, на левом фланге не с кем объединяться. Там этот левый фланг надо зачистить и строить совершенно новые проекты. Продолжение следует...